Теперь предположим, что в нашем примере мы изменили функцию bar. Теперь функция bar будет возвращать целочисленное значение. В нашем примере это всегда будет единица. Тогда для того, чтобы сохранить программу в согласованном состоянии, мы должны изменить все объявления функции bar, которые присутствуют в нашем файле. В данном случае у нас только одно объявление, и оно не согласовано с определением. Соответственно, данный код скомпилируется, но его поведение не определено. То есть мы получим неопределенное поведение за счет того, что объявление отличается от определения. Теперь предположим, что функция bar используется не в одном файле, как в нашем примере, а в нескольких. Тогда нам придется исправлять объявление функции bar в этих файлах в каждом по отдельности. Для того, чтобы локализовать изменения, используются заголовочные файлы. В заголовочный файл мы выносим объявление функции. И во всех местах, где функция используется, мы просто подключаем соответствующий заголовочный файл. При компиляции компилятор просто подставит в это место содержимое файла bar.hpp. И только после этого начнет обрабатывать это как программу на C++. Соответственно, таким образом мы получим объявление функции bar во всех файлах, к которым подключен заголовочный файл bar.hpp. Это позволяет сократить набор изменений до двух. То есть, если мы меняем функцию bar, меняем ее сигнатуру, то есть, например, меняем тип возвращаемого значения, нам нужно изменить это непосредственно в том месте, где она определяется, и в одном месте, где содержится объявление, в заголовочном файле, то есть здесь. Продолжение следует...